Машина уже защищена и можно начать ремонт поврежденного места. Это небольшая неровность, которую надо выровнять, но сначала тщательная очистка и обезжиривание ремонтируемого покрытия мотора. На этом этапе работ необходим силиконовый мойщик, который удалит все загрязнения, появившееся во время эксплуатации машины. Помните об использовании средств личной защиты во время всего процесса ремонта. Время для шлифовки. Механическая обработка производится с помощью шлифовальной машины с подключением пылесосом. Стиральной губкой можно вручную очистить места ремонта, чтобы не осталось никаких загрязнений. В этот момент частая ошибка бывает в том, что используется абразивная бумага со слишком большой зернистостью, так как слишком глубокие царапины повреждают лаковое покрытие и являются причиной оседания лака в местах с царапинами. На следующем этапе ремонта повреждения заполняется шпаклевочной массой. Ферма Trotton предлагает использовать конструкционный шпаклевочный состав Micro Glass Fiber из стекловолокна. Во время смешивания шпаклевочной смеси очень важным является правильный подбор пропорций отвердителя для нее, в зависимости от температуры помещения. Для шпаклевки можно использовать конструкционный шпаклевочный состав Black с углеродным волокном. Во время шпаклевки следует помнить о толщине используемой шпаклевки. Нельзя использовать более полутора миллиметров. В местах с более толстым слоем шпаклевки, более полутора миллиметров массы, шпаклевка может не высохнуть правильно. Отвердение и высушивание шпаклевки длится около 15 минут. Хорошие эффекты можно получить, используя генератор излучения IR. Сейчас время для шлифования и тщательного очищения от ремонтированного места. Опять используем шпаклевочный состав, на этот раз заделывающий. Шпаклевочный состав Заделывающий шпаклевочный состав следует накладывать тоненькими слоями. Один слой не должен быть более полутора миллиметров. После нанесения шпаклевочного состава сушка около 15 минут. Дополнительная сушка с помощью генератора излучения IR, а также шлифовка и осушение сжатым воздухом ремонтируемого места. На хорошо подготовленном месте ремонта нет никаких дырок и неровностей в шпаклевочной поверхности. Эти дырки могут задерживать воздух, что во время сушки, например, генератором излучения IR, оставляет маленькие пузырьки, из-за которых потом будут появляться дефекты лака в виде впадин и неровностей. Сейчас надо подготовить место, которое будет грунтованным. Часть кузова надо защитить реактивным грунтом и загрунтовать. Реактивный грунт следует активировать перед нанесением. После покрытия реактивным грунтом можно начать грунтовку поверхности. Редактор субтитров А.Семкин На этом этапе крышка картера уже покрашена базовым лаком. Нанося прозрачный поверхностный лак, мы получим требуемый блеск поверхности. Особенное внимание следует обратить на технику покрытия лаком. Рукой следует вести уверенно на таком расстоянии, на котором рекомендует производитель пульверизатора. С таким давлением пульверизатора, которое рекомендует установить производитель. После нанесения лака надо проверить, не появились ли случайные загрязнения. После 15 минут лак порует и можно выключить осушение. Упрочнение лака производится в температуре 50-60 градусов в течение получаса. После чего автомобиль можно оставить на время около пяти часов. За это время лак становится твердым. Автомобиль уже готов. Использование современных материалов и инструментов дает возможность сократить время ремонта всего лишь до нескольких часов.